МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что делать и кому обратиться, если обнаружили некачественный препарат? Цифровое телевидение. Почему многие жители все еще смотрят телевизор с прищуром? Нужна ли справка о судимости при приеме на работу? Где и как ее можно получить? Какие документы для этого предоставить? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый вопрос в программу на связи поступил от телезрительницы Оксаны. Ее волнует вопрос, как уберечься от покупки поддельных лекарств? Купила обезболивающие таблетки известного производителя, но они не помогли. Такое ощущение, что вместо препарата в упаковке пустышка. Как проверить подлинность лекарств? И если есть подозрения, куда обращаться? В Миринском районе более 20 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализуют медицинские препараты. Аптеки расположены не только в городах Мирном и Удачном, но и в поселке Светлом, Чернышевском, Айхале, Орлахе и других населенных пунктах. Объем рынка поддельных медикаментов в России составляет до 20 миллиардов рублей в год. Такие данные приводит Роза Здравнадзор. Специалисты уверены, контролирующие органы просто не в состоянии регулярно проверять предприятия, продающие медицинские препараты. Что же делать, если вы обнаружили некачественный препарат? Обратиться в Роза Здравнадзор советуют эксперты, но представителей этой структуры в Мирном нет. Жалобу придется отправлять в город Яхудск. В этом случае они должны нам обращаться по телефону 42 50 41, и по этому же телефону можно подавать и в письменные обращения, и можно через наш сайт тоже письменно могут обращаться. Купатель имеет право запрашивать регистрационное удостоверение, свидетельство о регистрации, да, вообще все сведения, то, что они покупают именно по данному препарату либо по данному медицинскому стилю. Следить за качеством обязаны в каждой аптеке. Для этого у фармацевтов существует специальная программа. В ней публикуются данные и номера партий поддельных лекарств, выявленных по всей стране. Ну, мы сами за этим следим. Один раз в неделю мы заходим на сайт Розздравнадзора, и там высвечиваются медикаменты, которые не соответствуют качеству. Мы смотрим производитель, смотрим серию, эта серия нет ли, если еще фирма тоже нам в электронном виде, если вдруг какая-то забраковка, сразу приходит в электронном виде письмо, и мы эти медикаменты возвращаем им. Что делать, если вы обнаружили некачественный препарат? Необходимо обратиться в Розздравнадзор. Жалобу придется отправлять в город Якутск через сайт ведомства или по телефону 42 50 41 42 56 28. Письменные обращения принимаются и по факсу. Однажды Сократа спросили, что важнее для человека, богатство или слава. Великий мудрец ответил, ни богатство, ни слава не делают человека счастливым. Здоровый нищий, счастливее больного короля. Следующий наш вопрос от телезрительницы Антонины. Хотела бы поднять вопрос здоровья женщин нашего города. Заболевания разные, но их поздно выявляют. При этом мы проходим диспансеризацию, медицинские осмотры на предприятиях. Но все равно получаем страшные диагнозы. Только уже в Якутске, Новосибирске или Москве. Диспансеризация. Система мер, направленных на сохранение здоровья населения, предупреждение о развитии заболеваний, снижение частоты обострений хронических заболеваний, развитие осложнений, инвалидности, смертности и повышение качества жизни. Проводится один раз в три года в определенные возрастные периоды. Плановая диспансеризация в Мирненском районе проходит с начала года. Медицинские осмотры проводят не только терапевты, но и узкие специалисты. В прошлом году медицинское обследование прошли около 5000 мерненцев. Позднее выявление заболеваний на сегодняшний день – это актуальная проблема. И действительно, этот проблем, несмотря на все наши усилия, выездную работу, эта проблема существует. Выявляются у нас заболевания и в третьей, и в четвертой стадии первоначально. Это инертность самого пациента. То есть пациент не приходит, не обращается к врачу при наличии симптомов. Появление дискомфорта, а тем паче симптома боли – это основание для обращения к участковому терапевту с последующим глубоким исследованием. Далеко не все изъявляют желание проходить медицинское освидетельствование, мотивируя тем, что диспансеризация – дело добровольное. Почему многие заболевания выявляются так поздно? Причина в инертности самих пациентов. Вовремя не обращаются к специалистам. В последнее время недовольных качеством медицинского обслуживания становится все больше и больше. Причины самые разные. Да, вообще о квалификации можно говорить вообще большие анекдоты. Это во-первых. А во-вторых, доходит до маразма все эти выписки лекарств, которые необходимы вот этим вот больным. Это до цирка доходит. Я должен каждый месяц бегать сюда, выписывать эти самые лекарства, это во-первых. Во-вторых, на усмотрение вот этих вот бюрократов медицинских. Дадут мне или не дадут от диабета таблетки? Это два. И в-третьих, до каких пор уже будет это самое, меняться вот эти вот самые медики, которые участковые. Я понимаю, конечно, что вместо 15 у нас их три или четыре. Ну, как кулество и к лору. Во-первых, с талонами это проблема. Во-первых, не возьмешь ни к талону, надо приходить в 7 утра, взять талон. Вот эти два специалиста, которые трудно управляют. А так-то ко всем врачам все нормально. Врачу на первого пациента положено 15 минут. Что он может сделать за эти 15 минут? На второй прием этого же пациента, то есть через несколько дней, ему положено 10 минут. Но о чем речь? Тут же заходят другие медработники что-то подписать. Тут заходят другие больные что-то, опять же, уточнить. Какие-то анализы, как сдача крови, там, поцита, что-то. Помимо этого, идет введение документации. Что на пациента остается? Жители района жалуются на качество телевещания. К программам претендий нет. Но нечеткая картинка, ряд, шум терпеть невозможно. От всего этого обещал избавить формат цифрового телевидения. Его запустили в Мирвинском районе два года назад. Но почему же многие жители все еще возмущаются? Находясь в зоне прямой видимости телевышки на расстоянии не более 500-700 метров, невозможно ловить программы ни на комнатную антенну, ни на антенну с усилителем. Мирненский радиотелевизионный центр транслирует передачи 10 федеральных каналов в формате DVB-T2. Трансляция ведется в Мирном, Айхале, Чернышевском, Алмазном и Орлахе. Вещание передается к потребителям в идеальном цифровом качестве. Но до телезрителей оно доходит не всегда. Специалисты телецентра утверждают, передатчики телевышки работают в нормальном режиме. Контроль ведется постоянно. И если проблемы возникают, то у всех. И, как правило, виноват тут спутник. Чтобы улучшить прием телепередач, нужно правильно настроить приемные антенны. Вся проблема цифрового телевидения, приема цифрового телевидения заключается только в антенне. Не может быть выборочно у него плохо, у него хорошо. Мы два раза в год ежегодно делаем измерения в различных точках города. И в новый поселок выезжаем, в Алмазный делаем. И, соответственно, составляем протокол. Заходим к людям, спрашиваем мнение и т.д. и т.п. И у нас такого нет. Есть места, в которых действительно неуверенный прием. Но в основном это связано с приемными антеннами. Это люди в основном ставят на кухне какую-нибудь антенну. И, соответственно, приема у них не очень хорошая. И прямой видимости нет. А вот те, кто выносит антенну наружу, могу точно сказать, что и прямой видимости наши телебашни имеют. У них отличный сигнал, отлично показывает. Почему плохо показывает телевизор? Проблема может быть как в антенне, так и в настройке телевизионного приемника. Техническую консультацию можно получить у специалистов телецентра. Каждый поход в продуктовый магазин в городе Мирном удар по кошельку и нервам, утверждает пенсионер Николай Иванович. И спрашивает. Я часто захожу в продуктовый магазин «Журавушка». Меня смущает несоответствие цен, указанных на ценниках, и потом пробиваемых на кассах. Рассчитываешь на одну сумму, а получается другая. Наименование товара, сорт при его наличии, цена за вес или единицу. Такие сведения должны быть указаны на каждом ценнике. Причем все таблички обязаны быть в едином стиле, четкими, понятными и верными. Это поможет быстрее сориентировать покупателей и сделать им правильный выбор. Несоответствие цен, к сожалению, нередкое явление. Обычно оно проявляется тогда, когда покупатель вдруг обнаруживает, что ему пробили товар по другой цене. Неприятная ситуация как для покупателя, так и для продавца. Начнем с того, что товара очень много, цены меняются постоянно. При поступлении товара проходит переоценка, и мы не успеваем, к сожалению, менять ценники. Сейчас начался трудный период закрытия зимника, и мы просто физически не успеваем менять ценник. Машины идут одна за другой. У нас нет такой цели, чтобы обманывать покупателя. Конечно, мы же приносим свои извинения, и впредь не будем допускать такого, что произойдет. Кстати, этим грешат почти все торговые точки. И маленькие магазины, и крупные гипермаркеты. Но что делать и куда обратиться, если ценники не меняют? Нет, конечно, это неправомерно. Если такие случаи происходят, то также могут обратиться уже к нам в Роспотребнадзор. Тут идет нарушение прав потребителей. В частности, это идет как обман, либо обсчет потребителей. За это предусмотрена также ответственность. И привлекаем мы таких недобросовестных предпринимателей. Вместо того, чтобы постоянно распечатывать бумажные ценники, в некоторых торговых точках ставят электронные таблички. Все они подключены к базе данных. И если цена закупки меняется, и приходит соответствующее распоряжение, информация мгновенно обновляется. Обязательно ли должен быть ценник на товар? Что делать, когда цены на ценниках расходятся с ценами на кассе? Продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары. Отсутствие табличек на товаре является нарушением. В таких случаях необходимо обратиться в Роспотребнадзор. Нужна ли справка о судимости при приеме на работу? Этот вопрос волнует телезрителя Олега. При устройстве на работу требуют справку о судимости. Законно ли это? В многофункциональном центре такую справку готовят два месяца. Говорят, необходимо делать запрос в Якутск. Но ведь работодатель ждать не будет. При приеме на работу в определенных случаях руководство компании может затребовать справку о судимости. Такой документ станет доказательством того, что вас могут допустить к выполнению трудовых обязательств. И прием вас на работу не будет противоречить законодательству РФ. Чтобы выяснить, кому она действительно нужна, а также где и как ее можно получить, какие документы для этого предоставить, мы обратились в Государственную инспекцию труда в Республике Саха-Якутия. Такую справку требуют при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к сожалению, которой в соответствии с судовым кодексом и на инфедерарных законах не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. В частности, справку о судимости требуют при поступлении на государственную гражданскую службу, на муниципальную службу. А кроме того, непосредственно в самом трудовом кодексе имеется статья 331, в которой установлено, что к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Получение такой справки об отсутствии судимости возможно при обращении в органы внутренних дел. Получение возможно также через ЛФЦ, а там, конечно, срок будет более длинный. Нужна ли справка о судимости при приеме на работу? В определенных случаях при приеме на работу руководство компании, в которую вы устраиваетесь, может затребовать справку о судимости. Уважаемые телезрители, задавайте свои вопросы в программу «На связи». Пишите, звоните, отправляйте видео, вопросы и не забывайте оставлять свои контакты. До свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова